Привет, просветители! Давно мы что-то с вами не говорили о родителях и образовании. А как вы понимаете, именно треугольник ученик-учитель и родители и дает на выходе тот самый образовательный результат. И когда кто-то из этой системы выпадает, добиться успеха становится гораздо сложнее. Именно от того, насколько эффективно взаимодействуют все участники, работают ли они вместе или косплеют героев известной басни Крылова, «Лебедь, рак и щука». Ну, мало ли, вдруг кто-то не понял. Да, интеллектуальный юмор он такой. Действительно, очень многое зависит. И поэтому максимально важно слышать друг друга, понимать, кто с какими проблемами сталкивается. Если верить официальной телеге Министерства просвещения, то родители ни с какими. Все идеально. Сегодня, друзья мои, мы почитаем с вами сказки дядюшки Кравцова. Ну или позавидуем тем родителям, для которых самые важные вопросы в школе – патриотизм, уборка и разговоры о важном. Можно просто местами менять эти три слова, и получится идеальное расписание на неделю. Ну и раз речь зашла о Телеграме, я должен подвести итоги прошлого видео. Надеюсь, вы помните, что мы с вами выбирали главную кринжульку последней недели октября. И за это почетное звание боролись Виталий Милонов и Нина Кузьмина. Почему именно они, как проходило голосование, все подробности – вот в этом видео. Борьба была равна. Боролись два очень достойных кандидата. Проголосовало больше 20 тысяч человек. И с совсем небольшим отрывом победил Виталий Милонов. Кто-то удивлен? Аплодисменты! Я, пожалуй, воздержусь. А вот что получит победитель, опять же, зависит от вас. Настоящая демократия. Всю прошлую неделю подписчики присылали мне свое видение кринжульки. Тот логотип, персонажа, награду, которую мы будем вручать достойнейшему. Я отобрал те работы, которые мне понравились больше всего, и запустил голосование в Телеграме. Переходите, голосуйте, выбирайте, напишите хорошие комментарии художникам, им будет приятно. Помогите найти ту самую кринжульку. У меня достаточно большой опыт общения с родителями моих учеников. И не только потому, что я дважды был классным руководителем. Best decision ever. Но и потому, что в школе, в которой я работал, было принято, чтобы все учителя приходили на все родительские собрания. Так что я, наверное, могу сказать, что имею представление, о чем чаще всего спрашивают родители. Что их волнует? Думал я до тех пор, пока не прочитал статью Министерства просвещения. Оказывается, я не понимаю вообще ничего. Пока социальные сети заполняют сообщения о нехватке учителей, отсутствии учебников, серьезные вопросы вызывают безопасность в школе. Настоящие, правильные родители делятся историями, о которых невозможно молчать. Какие темы больше всего волнуют родительское сообщество? Звучит интригующе. Но не волнуйтесь, ни одного вопроса, который приходит вам в голову, там озвучено не будет. В числе главных составляющих эффективной работы любого профильного ведомства, открытость и умение выстраивать конструктивное взаимодействие заинтересованной аудиторией. Причем аудитория может быть самая разная, в том числе и задающая неудобные вопросы, требующие решения нестандартных проблем. Неудобные вопросы? Неужели министр ответит, почему учителя из школы бегут? И почему в некоторых классах целые предметы из расписания выпадают? Да, безусловно. Держи карман шире. И еще шире. И еще. Слишком широко. Да, интеллектуальный юмор он такой. Для меня важно, что сегодня в школах большое значение уделяется патриотическому воспитанию. Я не понимаю, как можно быть гражданином страны и при этом не любить свою родину и свой народ. Мы гордились своим отечеством, народным победителем Второй мировой и Великой Отечественной войны. Раньше мы писали сочинения на эту тему, встречались с ветеранами, создавали музеи, участвовали в конкурсах. Хорошо, что и сейчас мы наконец возвращаем наши традиции. Прокомментировала мама троих детей, Наталья Б. из Новосибирска. Мне безумно нравится, как труд тысяч учителей и опыт миллионов школьников просто вот буквально в тумане растворяется. Как здорово, что сейчас снова проводят патриотические мероприятия, сочинения пишут, музеи открывают. Я понимаю, конечно, откуда ноги растут у этой новой песни. Якобы в начале двухтысячных не было никакого патриотического воспитания в школах. И вот только буквально с приходом Сергея Кравцова в школах снова заговорили о Великой Отечественной войне. Но это же бред сивой кобылы. Наконец-то в школе опять вспомнили о сороковых годах. И когда я учился в девяностые, и когда сам работал педагогом, учителя проводили массу мероприятий, посвященных подвигу советского народа. И сочинения мы с детьми писали, и фронтовые песни исполняли, и конкурсы чтецов устраивали, и цветы к памятникам приносили, и музей посещали, и даже школьный музей был. И с ветеранами встречались. И на уроках литературы с пятого по девятый класс каждый год в программе были тематические уроки. Но сейчас это у нас, блин, новшество. Наконец-то в школу вернули. Что вернули? Это куда девалось? Пожалуйста, нынешние студенты и родители, напишите в комментариях, у вас правда не было никаких мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне? Может, вы Василия Теркина на уроках литературы не читали? Ну, переправа, переправа, берег левый, берег правый. Наоборот. Левый, правый. Это лично Сергей Кравцов с товарищами советский опыт возродил. По ее мнению, традиция, когда во всех школах страны каждую неделю проходит церемония поднятия государственного флага, исполнение государственного гимна очень важна. Детям это дает возможность почувствовать себя частью большой страны с многовековой славной историей. Итак, про флаг и гимн сказали. Загибаем пальчики. Чем у нас еще за последнее время Министерство просвещения отметилось? Не волнуйтесь, здесь перечислят все. Этих родителей волнуют только правильные вещи. Переполненные классы, поборы, буллинг, вторая смена, квалификация учителей. Флаг, гимн, патриотизм. Обязательно напишите в комментариях, что в других странах тоже флаг поднимают. Да ради бога, поднимайте и пойте, кто ж против. Но когда это преподносится как главный запрос родителей, реально смешно. Ха-ха. Разговоры о важном. Было много дискуссий. Зачем в школах проводить занятия разговоры о важном? Но я, как мама старшеклассницы, понимаю, что в расписании должно быть время для дискуссий, когда у всех ребят есть возможность услышать ответы на вопросы, которые их действительно волнуют. Главное, чтобы не было никакого формализма, никаких искусственно придуманных тем. Вот тогда это станет детям неинтересно. Мы в своей школе с классным руководителем обсудили свои пожелания, о чем на таких занятиях важно поговорить с детьми, поделилась Мария М. из Казани, мама десятиклассницы. Услышать ответы на вопросы, которые действительно волнуют детей. Ну-ну, мама десятиклассница из Казани те самые вопросы-то видела? Кто такие скоморохи? Менделеев, цирк, Дед Мороз и Крым. Все, что волнует современного старшеклассника. Никакого формализма, никаких искусственных тем. Где-то это мы уже слышали. Дорогой первый Б, вы меня уже давно просили поговорить о юбилее Станиславского. Рели? Я так и вижу, как второклассники буквально умоляли рассказать им о Центральном избирательном комитете. А вообще этот поток мыслей очень напоминает чьи-то слова. Я, конечно, знаю, что это просто совпадение, но все же. Школьники и их родители позитивно оценили занятия разговора о важном, которые стали нововведением в прошедшем учебном году, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, внеурочные занятия разговора о важном вызвали большой интерес среди школьников, так как в них нет формализма, который присутствует на традиционных уроках, но есть общение. Списывай, только ни слова в слово. Инесса С. из Московской области сообщила, что самые актуальные темы, которые обсуждаются на родительском собрании, воплощаются в жизнь. Так, например, еще несколько лет назад активно обсуждался вопрос возвращения трудового воспитания школьников. И в новом учебном году трудовое воспитание становится неотъемлемой частью образовательного процесса. Самое обычное родительское собрание. Глюк Андреевна, ну хватит уже о ЕГЭ, давайте лучше о уборке кабинета поговорим. Это просто самый важный вопрос. Уважаемые родители, если все ваши актуальные темы с родительских собраний в жизнь воплощаются, может вы тогда и о качестве образования поговорите? Вдруг и здесь работает попытка, не пытка? Я многодетная мама, воспитываю трех детей разного школьного возраста, считаю, что это очень правильное решение, прокомментировала она. Как я и говорил, что волнует родителей? Патриотизм, разговор о важном и уборка. Усё, практически. Школьные годы чудесные, со шваброй. Для родителей очень важно, что школы стали максимально открытыми для контакта с родителями. На сайтах указано расписание уроков, перечень кружков и секций и даже представлено меню школьной столовой. Более того, у родителей есть возможность контролировать качество школьного питания. Когда мой сын уходит в школу рано утром, я не думаю, что ему дать с собой на завтрак или что он будет есть на обед, потому что он с удовольствием ест в школе. Считаю, что горячее питание это большое благо для детей и родителей. Особенно приятно, что все дети в младшей школе завтракают бесплатно. Сообщила Вероника И. из Нижневартовска. Окей, мы добрались до первого сообщения, которое звучит правдоподобно. Еще одна важная составляющая жизни каждой семьи, у которой есть дети школьного возраста, это внеурочная активность. Во-первых, это гарантия качества. Мы понимаем, что в школьных кружках и секциях нет случайных людей, здесь все профессионалы. А программы, по которым они работают, программы продуманные, интересные, полезные. Ммм, вот оно как. Нет случайных людей? А вам повезло. Дама, а вы никогда не интересовались зарплатами педагогов дополнительного образования? Не? Вы просто так погуглите на досуге и сразу же поймете. Очень многое. Понимаете, школьный кружок – гарантия качества. Куда уж там музыкалки, художки, спортивной школе. Школьный кружок. Особенно, если вы просто впихнули, что было, преподавателю, который вообще никакого отношения к этой деятельности не имеет. Дальше реальная история. Глюка Андреевна, но у ваших учеников должна быть внеурочка. И что, что вы ничего не умеете? Работотехникой займетесь. Ой, ладно. Пиши, Лего. Дети сами все сделают. Шизоид Парфентьич, вы кружок шахмат ведете. И что? В интернете правила прочитаете. Я сейчас не шучу. Именно подобным образом в начальной школе кружки создавали. Потому что настоящие специалисты, которых пытались в школу заманить и озвучивали зарплату за эти самые кружки, ничего кроме смеха в ответ не выдавали. Что же еще беспокоит родителей, по мнению Министерства просвещения? А все, статья закончилась. Правда, весело, что не прозвучало даже слово о качестве образования, об уроках, об экзаменах. Зато теперь в классах пыль вытирают. Люди, составившие эту статью, отлично показали нам, как расставляются приоритеты в современном российском образовании. Они даже для вида об учебе не рассказали. Школа – патриотический кружок по интересам. Гимн спели, флаг подняли, на разговорах о важном побеседовали, потом в столовой отобедали и на какой-нибудь кружок сходили. Кройки и шитья. Все. Учебный день закончился. Идеально. Понимаете, родители якобы вообще не волнуют. Ни нагрузка, ни экзамены, ни знания. Не-е-е. Разговоры о важном. Вы в следующий раз, когда у меня будете спрашивать. Павел, а почему Министерство просвещения? Вы про эту статью вспомните. Вам тут все точки на дыр оставили. На все неудобные вопросы ответили. Я здесь, правда, ни одного вопроса не увидел. Но у меня зрение не очень хорошее. И чисто для сравнения, другая статья. Тоже о родителях. Но не от Министерства просвещения. Почувствуйте разницу, как говорится. Родители омских школьников жалуются, что у детей нет уроков русского языка. С начала учебного года в школе 119 в 6-м А-классе не ведутся уроки русского языка и литературы. Но разговоры о важном-то проводят? Было написано обращение с подписями родителей в Министерство образования с просьбой о помощи разобраться, почему в школе постоянно не хватает учителей. Но ответ на обращение пришел от Департамента образования. В ответе ничего конкретного нам не ответили. Все то же самое. Объявления на учителей подаются. Ищем. Уроки не ведутся, потому что мало учителей. Их не хватает на все классы. Уроки русского языка не ведутся, потому что не хватает учителей на все классы. Странные, конечно, какие-то претензии. Ведь дети-то в классе убираются и о патриотизме наверняка с ними разговаривают. А русский можно и с репетитором выучить. Если верить статье Минпроса, то у нормальных родителей отсутствие уроков русского языка вопросов бы не вызвало. Эти хомячей никто там случайно на Западе не спонсирует. Уроки по учебным предметам русский язык и литература не преподавались, так как учитель 25 августа 2023 года уволился по собственному желанию. Замена уроков по данным учебным предметам не осуществлялась, так как 4 учителя по учебным предметам русский язык и литература имеют большую учебную нагрузку от 30 до 38 учебных часов. 38 часов у учителя русского языка. Вы просто представьте тот объем тетрадей, который он должен проверить. Вот всю эту гору, которая возвышается над его рабочим столом. У меня бы на месте родителей точно кое-какие вопросы возникли бы. А вот Минпрос с правильно подготовленными родителями никаких проблем не видит. Только бузатеры возмущаются. В этой ситуации меня, конечно, только один вопрос интересует. Кто такие скоморохи? Ну и музей-то хоть школьный есть? Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк. Это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересно. Там сейчас идет голосование за кринжульку недели. И все новости образования появляются именно там гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать меня, то можете перейти по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Там ролики выходят раньше, без рекламы. Ну и кроме того, доступен эксклюзивный контент. А сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну а я встречусь с вами, как обычно, на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Да, интеллектуальный юмор он такой.